Татарстан в цифрах Платежки за июль еще не пришли, а вопросов уже много. За что конкретно будем платить кратно больше? И сколько нам субсидирует государство? Все ответы получили в кабине Татарстана. Уровень платы завода и водопределения с 1 июля значительно вырастет. Распродажи в Икее так и не случилось, бренды и магазины все продолжают уходить из России, а кадровики всерьез обеспокоены. Куда пойдут люди, оставшись без работы? Если сотрудники направлены в простой, то теоретический признание с РДС может получать субсидию. А достойную пенсию теперь можно будет просто купить, что придумали в торгово-промышленной палате и почем сегодня хорошие пенсионные. И тогда уже вы попадаете на деньги, что называется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да и сами туристы все чаще стали замечать опасные плавники в воде. Между нами и моей женой проплыла как раз акула. Потом я жене показал сигнал, что нужно двигаться к берегу, но не сообщил ей об акуле. И мы поплыли к берегу. Когда мы плыли, я думал, что успеем мы доплыть, съест нас акула или не съест. После появления в социальных сетях ужасающих кадров нападений хищника, казанцы, которые планировали полететь в Египет на днях, массово устремились в турагентство. Всех волнует один лишь вопрос – съедят ли их египетские акулы. А где вы когда-нибудь видели акул в окрестностях Хургады? Как назло, вчера утром мы купили билеты в те отели, где плавали эти акулы. Куда мы можем перенести тур? Отъезд через две недели. А перенести тур вряд ли получится, заявляет в турагентствах. В связи с событиями в Египте цены на туры в Турцию резко подскочили. А потому у многих просто нет выбора. Если отказываться от поездки в Египет, то теряется не только сумма, заплаченная за тур, но и билеты до Москвы, ведь прямых рейсов из Казани еще нет. Нельзя сказать, что все туристы решили массово отказаться. Есть те, кто действительно сомневаются в отдыхе, но пока как таковых аннуляций действительно туров или переносов на какие-то другие направления очень мало. Ну, естественно, это связано также с тем, что сейчас разгар сезона и какое-то альтернативное направление по соответствующей цене, по которой было ранее забронировано туристов в Египет, найти очень сложно. А уже на следующий день акулы добрались до побережья Турции. В соцсетях появилось видео, от которого мороз по коже. В курортном мармарисе акулы плавали прямо среди отдыхающих. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Эти кадры сегодня в соцсетях произвели фурор. Мужчина, стоя по грудь в воде, отгоняет акул с помощью простой швабры. Место действия турецкий мармарис – популярнейшее туристическое направление. На видео четко различимы два плавника. Власти Турции поспешили заверить, что это якобы не акула, а всего-навсего безобидный средиземноморский сарган. Сейчас вы видите его фотографию. Насколько эта рыба схожа с акулой, каждый решит сам для себя. Татарстанские ученые, исследовав поведение акул, сделали свои выводы. Причиной агрессии могла стать теплая вода. От этого у хищников просыпается аппетит. Также не исключен фактор случайности. Это может быть изменение каких-то путей перемещения акул. И люди просто оказались на пути перемещения. Кроме того, поведение рыб, распределение рыб – это всегда элемент случайности какой-то. Еще одна возможная причина случившегося – затонувшее судно, на борту которого находилось 16 тысяч овец. Около трех недель назад в Красном море у берегов Судана затонул теплоход, перевозивший баранов в Саудовскую Аравию. По некоторым данным, вместо положенных 6 тысяч голов алчные бизнесмены загнали на борт все 15. Судно попало в шторм, перевернулось и пошло ко дну. Все животные утонули. А потом течением их туши якобы разнесло по Красному морю. И, конечно, такое пиршество не могло не привлечь туда множество акул. В том числе и редко заплывающих в эти воды акул мако, которые и нападали на женщин в Хургаде. Это самая быстрая и одна из наиболее агрессивных в мире акул. Она в длину достигает 3,5 метров. Для тех, кто сейчас отдыхает на море, эксперты дают советы. Чтобы не стать жертвой акулы, рекомендуют не заплывать за буйки, особенно в одиночку. Хищник вряд ли решится напасть на группу людей. Если же рыба все-таки подплыла близко, то правила поведения чем-то схожи с защитой от собак. Подставлять руки, конечно, не рекомендуется. Необходимо прекратить панику и попытаться отплыть как можно дальше. Еще одна напасть в сфере туризма – повышение цен на туры. Аналитики на этой неделе подсчитали, что за последний год путевки на курорты Турции, например, выросли в цене приблизительно на 50%. В прошлом году недельный тур на двоих обходился россиянам в среднем в 155 тысяч рублей. Сейчас он стоит 172 тысячи. Причин несколько. Рост цен на авиабилеты, падение курса турецкой лиры по отношению к доллару и высокая загрузка турецких отелей. Большинство из них активно заполняют местные. Поэтому цены на оставшиеся в наличии номера повышаются. А ведь из-за санкций и других факторов Турция остается самым доступным россиянам направлением пляжного отдыха. По данным агрегаторов туров, эту страну для летнего отпуска выбирают 53% российских туристов. Но, кстати, выросли ценники и на туризм в Татарстане. Индекс туриста в нашей республике увеличился за год почти на 9,5%. Эксперты Волговятского управления Банка России подсчитали, что минимальные расходы двух гостей республики на двухдневный тур вырастут минимум на 6 тысяч. В перечне затрат оказались оплата недорогой гостиницы, питание и культурная программа. Причина подорожания – повышение издержек бизнеса. Но в целом индекс туриста оказался ниже уровня инфляции в республике в мае этого года. А сервисы по поиску и бронированию туров ранее назвали Казань в числе самых бюджетных направлений по России. Для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 28 тысяч рублей на человека. Что же касается отдыха самих татарстанцев, то спасатели МЧС всерьез обеспокоены цифрами статистики. 20 человек утонули в водоемах республики с начала этого года. Среди них 4 ребенка. Печальную статистику на неделю пополнил и 5-летний мальчик, который утонул, купаясь в запрещенном месте. Вот здесь тело было обнаружено просто гуляющими гражданами. Жизнь тихого поселка Красная Горка накануне потрясла смерть 5-летнего мальчика. Он гулял у Волги с сестрой и другом. Старшие отвлеклись и позже вместо младшего обнаружили лишь тапочки на берегу. Реанимировать пытались сначала прохожие, потом скорая. Но, увы, медикам пришлось констатировать смерть. А после прыжков с этого моста семья навсегда потеряла 13-летнюю девочку. Трагедия произошла на прошлой неделе в Верхнеуслонском районе. И таких случаев только за этот год уже два десятка. Четверо погибших – дети. Избежать трагедии можно, если не купаться с диких пляжей. Сегодня бывает так, что человек даже не кричит. Просто у него меняется стиль поведения на воде. Он начинает паниковать. Даже по глазам уже можно понять, что с человеком что-то не то, что ему нужна необходима помощь. Выходные ожидаются теплыми, а значит и работы у спасателей может прибавиться. Чтобы этого не случилось, инспекторы рекомендуют соблюдать элементарнейшие правила поведения на воде. Не купаться в нетрезвом виде, следить за несовершеннолетними и не заплывать за буйки. Даже если уверены в своих силах. Итак, обещанное повышение тарифов ЖКХ наступило, но татарстанцы до сих пор не понимают, откуда чиновники берут эти цифры. Именно поэтому на неделе в Кабмине пояснили, какие суммы ожидать в платежках в следующем месяце и для чего нужна инвестиционная надбавка. А подражание в числах довольно немалое. Тариф на водоотведение, например, вырос на 41%. Внушительная цифра. Правда, в абсолютном выражении рост составит уже не такие страшные 8 рублей. Подоснабжение подорожает почти на 11%. Тарифы за отопление от главных поставщиков Казэнерго и Татэнерго вырастут примерно одинаково, чуть больше, чем на 6%. 1 кВт-час электроэнергии будет стоить 4 рубля 30 копеек. Меньше всего подорожает газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. По газоснабжению в Казани стоило 6 рублей 7 копеек, встанет 6 рублей 25 копеек. По твердым коммунальным отходам с квартиры 96,09, встанет 99,93. Сейчас у нас сектора было 104 рублей 20 копеек, будет 108 рублей 40 копеек. Новые суммы в платежках появляются не просто так. В Татарстане более 70% коммунальных сетей изношены. Им срочно требуется ремонт. Так, по данным водоканала, только за сегодня в аварийную службу поступило более 20 заявок. А потому предельный индекс тарифа на водоснабжение и водоотведение в Казани вырастет до 13%. Протяженность сетей, отслуживших нормативных срок службы, составляет порядка 2000 километров. Ежегодно эта цифра, к сожалению, увеличивается на 2-3%. Значительная часть трубопроводов была проложена в 50-70-х годах прошлого века. Запас прочности давно исчерпан. Помимо регулируемых тарифов, есть и платежи за коммунальные услуги. Например, за содержание жилого помещения. Зачастую они принимаются органами местной власти. Рост произойдет в пределах 5%. Это в среднем 30 рублей за квадратный метр. Сюда же входит и платеж за капремонт. Он остался без изменений – 6,38 рубля. Традиционно основные изменения влияют объем потребления коммунальных ресурсов. Потому что коммунальный ресурс в общем платеже достигает порядка 70% от общего объема начисления за жилищно-коммунальные услуги. Более того, у нас традиционно вопрос возникает в зимние месяцы. Потому что мы уже на протяжении нескольких лет оплату за потребление тепловой энергии осуществляем именно по факту. Кстати, в Татарстане довольно высокий порог для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ. Он составляет 21% от доходов. В то же время в Москве, например, где средняя зарплата почти в три раза превышает среднюю оплату труда в Казани, этот предел достигает 10%. 21% – это максимально допустимая доля. Но мы ведем учет, какая же она получается фактически у тех, кто получает субсидию. И вот объективно у граждан, которые субсидии получают, доля их платежа в бюджете летом составляет в среднем 7%, а зимой – 11%. Поэтому мы, скажем так, от Москвы далеко не ушли. На меры социальной поддержки в Татарстане заложено почти 9 миллиардов рублей. Субсидиями на оплату услуг ЖКХ могут воспользоваться ветераны труда, инвалиды и многодетные. И такие льготы сегодня получают более 650 тысяч татарстанцев. А вот, кстати, качеством услуг татарстанцы порой бывают недовольны. В прошлом зимнем сезоне отоплением своих квартир был неудовлетворен каждый четвертый житель республики. Такие результаты собственного опроса представил региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. 44% назвали подачу тепла хорошей, а свыше трети татарстанцев остались недовольны температурным режимом в квартирах. Кстати, значительное повышение стоимости данной услуги заметили почти 70% опрошенных. Также в феврале было много желоб на значительный рост оплаты за тепло в домах в различных муниципалитетах Республики Татарстан. Надзорные органы проводили проверки по данному вопросу. В целом, надзорные органы не нашли нарушения в начислении за тепло за исключением единичных случаев, когда уже был некорректно подсчитан. Уходят, не обещая вернуться. Долгожданная распродажа в Икее, которую компания анонсировала в связи с уходом с российского рынка, на этой неделе с треском провалилась. Сайт магазина дал сбой еще до начала онлайн-продаж. А потому татарстанцы устремились с самого утра в сам гипермаркет. Но и там закупиться необходимым не получилось. Администрация буквально разворачивала людей на входе. Вот сколько времени? Два часа я здесь, 200 часов. Сейчас уже полвенадцатого времени. Ну, что там было? Все спину, что было? Спустя два часа после начала распродажи в Икее, многие казанцы не выдерживали и уходили. У кого-то даже сдавали нервы. И это вовсе не удивительно. Ведь люди готовились к этому дню основательно. Составляли списки товаров и мониторили сайт до глубокой ночи. Вот только в главный день их ждало лишь разочарование. Я, конечно, сайт по техническому чему не работаю. Когда заработать, все, что есть, в ключе, оно облайн-пространство. И если покупатели просто останутся без своих шкафов и знаменитых фрикаделек, то вот сами работники магазина, а также сетей фастфуда и всех брендов, которые уходят из России, рискуют вообще остаться без работы. А это ни много ни мало тысячи сотрудников, которые практически одномоментно выйдут на рынок труда. Осенью сотрудники центров занятости ожидают наплыва числа безработных. Уже сейчас в Казани 264 компании планируют уволить 500 человек, сообщили на неделе в исполкоме города. Из-за обрыва логистических цепочек в тех же 264 компаниях 2,5 тысячи человек отправлены в простой. Еще свыше тысячи работников на неполной занятости. Специалисты Икеи, во-первых, пока еще трудоустроены, они к нам поэтому не обращались. То есть у них, да, у них увольнение будет, по-моему, только через месяц или через два, поэтому мы ждем их ближе к осени. На сегодняшний день на учете в центрах занятости населения города состоят больше 4 тысяч человек. Это в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. При этом с начала года обратившихся было почти 9 тысяч, то есть трудоустроившихся меньше половины. А те, кто смогли найти работу, сейчас трудятся в сферах торговли, транспорта, здравоохранения и строительства. Правительством Российской Федерации предпринят ряд мер по сохранению текущей занятости населения Российской Федерации. В первую очередь это выделение субсидий работодателям на сохранение рабочих мест в случае возникновения сложности при перестройке своего бизнеса. Если сотрудники направлены в простой, то через центры занятости работодатели могут получить субсидию частично на выплату заработной платы. Казанские работодатели уже получили 28 миллионов рублей. Всего выделено 114 миллионов. Тем временем в ближайшее время 264 казанских компаний планируют уволить 500 человек. Если после увольнения безработные сотрудники встанут на учет центра занятости, то смогут рассчитывать на пособие, сумма которого составляет 12 792 рубля. Но это только первые три месяца. А если последний год вы не работали вовсе, то государство поддержит вас пособием в 1500 рублей. А как обстоит ситуация на рынке труда Татарстана? Сейчас узнаем у нашего эксперта на прямой связи со студией руководитель пресс-службы Headhunter по Волжье Александра Севастьянова. Александра, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как обстоит ситуация на рынке труда республики? Нет ли взрывов безработицы в связи с закрытием сетей фастфуда, магазинов, крупных гипермаркетов? Дарья, добрый день. Динамика активности соискателей на протяжении первого полугодия 2022 года была неоднородной. Если анализировать помесячные изменения, то мы видим рост активности в феврале и в марте, замедление в апреле и небольшое снижение активности в мае и июне. Помесячная динамика вакансий демонстрирует нам прирост в июне относительно майских показателей. Объем найма вырос на 9%. Больше всего количество вакансий выросло в сфере страхования, в сфере маркетинга, рекламы, пиар и в сфере управления персоналом. Кроме того, мы видим, что на рынке труда уровень профессиональной конкуренции немного снизился по сравнению с весенними показателями и сейчас составляет 4,8 резюме на одну вакансию, что является комфортным для рынка труда значением. Спасибо, Александра. На прямой связи со студией была руководитель пресс-службы «Хэтхантер» по Волжье Александра Севастьянова. А достойную пенсию теперь можно просто купить. Об этом на неделе заявили эксперты Торгово-промышленной палаты России. Ранее для того, чтобы получать хорошие выплаты в старости, нужно было набрать определенный коэффициент и накопить трудовой стаж. Вот только вовремя это сделать получалось далеко не у каждого, особенно у тех, кто в молодости работал неофициально. Теперь же недостающие годы и баллы можно просто приобрести. Ситуация, когда не хватает стажа, чаще всего возникает как раз у тех, кто долгое время работал без официального трудоустройства. А потому и социальные взносы не платил. А может быть и такое, что в трудовой книжке совершена ошибка. Тогда стаж просто не зачтут. Если, по мнению многих экономических экспертов, юридические лица и государственные, и частные собственности будут закрываться и далее в этом году, вы уже не сможете найти своего работодателя для того, чтобы исправить эту ошибку. И тогда уже вы попадаете на деньги, что называется. То есть вам придется выкупать этот самый стаж. Новость о возможности купить пенсию буквально потрясла казанцев, а нынешних пенсионеров и вовсе повергла в шок. Ведь тогда на деле получится, что отдых по выслуге лет уже нельзя будет считать заслуженным. Как я вам ответил, я заработала? Кто с самого начала хочет работать и свой трудовой стаж, он за свою жизнь эти годы отработает. Надеяться, я считаю, не надо, надо что-то свое иметь. Я работала всегда. Закон допускает покупку лишь половины необходимого стажа, то есть 7,5 лет. Для этого необходимо обратиться в пенсионный фонд, заключить договор и внести необходимую сумму. Минимальный взнос составляет почти 37 тысяч рублей. Однако эта сумма ежегодно меняется. А вот для самозанятых стоимость фиксированная – около 34,5 тысяч. Это даст возможность добавить один год стажа и чуть более одного балла. Пока же будущий пенсионер должен иметь почти 24 балла и более 13 лет трудового стажа. Задумываться о том, хватает ли всего, следует как можно раньше, предупреждают эксперты. Даже если до отдыха еще далеко, уже сегодня стоит начать отслеживать свои пенсионные коэффициенты и стаж. Вот такими были главные итоги рабочей недели нашей республики в числах. Это была программа «Дайджест новостей» и «Татарстан в цифрах». Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин